Ну что, всем еще раз добрый день. Сегодня у нас тема весьма актуальная на все времена, я думаю, ну, по крайней мере, на последние времена. Мы сегодня поговорим про депрессию. Стоит различать депрессию вообще и депрессию, которая накрывает, скажем, родителей, особенно детей. Давайте мы немножко посмотрим на то, что такое депрессия в принципе. Я думаю, что все заметили, что депрессии сейчас стало очень много. Буквально там каждый третий в какой-то момент эту депрессию переживает и, в общем, большинство, конечно, восстанавливается, часть получает хроническую депрессию. Я не хочу здесь особо останавливаться на симптомах и определениях, то есть что такое депрессия. Я предпочитаю, что сейчас мы будем ориентироваться просто вот на общебытовое понимание слова. То есть каждому в наше время интуитивно понятно, что депрессия – это такое состояние, когда человеку настолько душевно плохо, вот прямо вот все время, ежечасно, ежеминутно, что у него пропадает желание жить, а в некоторых случаях появляется и жажда смерти, и даже готовность навредить себе. Давайте мы немножечко поговорим про причины, почему это может вообще возникать. Я расскажу о том, что мы знаем на нашем собственном опыте, потому что сами мы испытывали это в какие-то моменты, и среди наших пациентов приходили люди с депрессией. Вот что это такое. Депрессию можно разделить по причинам ее вызывающим. То, что вот нам чаще всего попадается среди тех, кто приходит за помощью, это, скажем так, воздействие некоторых вирусов, с которыми организм по каким-то причинам не может справиться. Вот именно этот вариант депрессии мы наблюдаем в основном у молодежи. Бывает он и у людей постарше, но реже. То есть, видимо, с годами, с возрастом иммунная система приспосабливается и научается с этими вирусами справляться. Бывают и неприятные случаи, когда острая депрессия переходит в хроническую, но, к счастью, это случается нечасто. То есть это, опять же, какие-то особенности иммунитета, когда организм не сумел справиться с вирусом, и вирус перешел в хроническую форму. Попадается, но, к счастью, редко. Депрессия бывает по причине различных физиологических нарушений. То есть самое, как бы, такое вот приходящее быстро на ум – это гормональные нарушения. Эти виды депрессии имеют свою специфику, то есть там симптомы немножко различаются вот от той депрессии, про которую я сейчас рассказала, и течение там тоже совершенно другое. Как правило, нужно проверять, начинать проверку с функций щитовидной железы. И, в общем, вот у всех таких депрессий, которые вызываются гормональными нарушениями, у них есть свои, как бы, специфические симптомы. И если повезет попасть к опытному врачу, то врач по этим симптомам может более-менее четко сказать, нужно ли пациенту идти за антидепрессантами, или ему нужно лечить щитовидную железу, печень, или еще что-то такое. Про эти виды депрессии мы говорить не будем, потому что там, скажем так, материалы на целую докторскую диссертацию. И если еще учесть, что мы специфически депрессией не занимаемся, а только видим ее как, так сказать, сопровождающую другие проблемы, то, в общем, тем более, эта тема не на сегодня. И, наконец, мы переходим к теме, которая нас касается прямым образом. Помимо депрессии, вызываемых физиологическими причинами или вирусами, бывает депрессия совершенно такая понятная, логичная, которая вызывается внешними обстоятельствами. Она сильно отличается от органического варианта депрессии по многим параметрам. В данном случае человек точно знает время возникновения и точную причину своей депрессии. То есть человек точно знает, после какого события вот с ним это произошло. Такая депрессия не проходит сама по себе, потому что ее причина лежит вне человека. И эта внешняя причина далеко не всегда поддается контролю. Во-вторых, такая депрессия позволяет человеку, в общем-то, относительно нормально функционировать ежедневную ВТУ. То есть, да, ему, с одной стороны, плохо, с другой стороны, человек, который страдает такой депрессией, все равно будет выполнять свои ежедневные обязанности, хотя, возможно, будет делать это через силу, то есть будет заставлять себя. Для этого вид депрессии тоже есть хорошая новость. Она поддается контролю самого человека. То есть человек может контролировать волны депрессии и может уменьшать их. Это помогает принять ситуацию, приспособиться к ней и выйти из депрессии. Очень важно убедиться, что к депрессии, которая вызывается обстоятельствами, не присоединилась физиологическая депрессия. Это тоже может происходить из-за снижения иммунитета, вызванного продолжительным стрессом. Ну или может накладываться, то есть стресс вызывает гормональные нарушения и пошло-поехало по кругу. Мы сегодня хотели говорить про депрессию у родителей особых детей. И, как правило, эта депрессия относится ко второму типу, то есть к типу, который вызывается внешними обстоятельствами. Конечно, бывают неприятные совпадения, когда и вирус присоединяется или там гормональное нарушение, но, в общем, скажем так, это происходит достаточно редко. И в основном, скажем так, мы сами можем как-то управлять своим состоянием. Давайте посмотрим на эту депрессию, которая вызывается совершенно конкретным обстоятельством. Больной ребенок. То есть с ребенком что-то не в порядке. Я думаю, потому что я вижу вокруг, по своему опыту, что все родители особых детей проходят через стадию депрессии. Сначала стадия отрицания, а потом накатывает депрессия. Никуда не денешься. И депрессия это накрывает волнами. Вот кажется, что уже все, свет показался, а вот снова накрывает. Почему так? И что с этим делать? Ну, начнем с того, что у родителей особых детей есть совершенно объективная причина для того, чтобы впасть в депрессию. Ведь ребенку плохо, и неизвестно, что вообще теперь будет. И с самим ребенком, с родителями, со всей семьей. И вот по собственному опыту знаю, уже вот этой неопределенности достаточно, чтобы родители чувствовали себя плохо. Да, бывают такие родители, честно говоря, вот снимаю шляпу перед ними, я не знаю, как они это достигают, которые ухитряются никогда не терять, так сказать, бодрости духа и чувство юмора. Дай бог, чтобы нам всем вот этой силы. Но, к сожалению, у него всех есть. И вот эта неопределенность, это не единственный фактор. Этих факторов огромное количество, и они могут быть ежедневными и могут как бы постоянно усиливать вот это состояние. Я здесь не буду упоминать отцов в связи с депрессией. Ну, в первую очередь потому, что отцы к этому делу менее склонны. Они больше склонны там либо отрицать проблему как таковую, либо перекладывают на мать всю ответственность, либо начинают что-то делать, активно искать пути решения проблемы. То есть депрессия – это не их. Ну, есть, конечно, и такие, которые просто сбегают от больного ребенка, выбросив и его самого, и его мать из головы, но мы про них совсем говорить не будем. Почему отцы более стойкие в этом плане? Мне кажется, это, скажем так, в самой природе мужчины, потому что мужчина, он активен, он реже рефлексирует, и он больше действует. Ну, сложно сказать, какие еще есть факторы. Для матери ребенок – это полностью ее ответственность. Она за него отвечает от и до, то есть у нее нет возможности даже подумать о возможности сбежать. И поэтому у многих матерей возникает чувство безнадежности, чувство того, что они попали в ловушку. И вот к этому чувству психологической вот этой вот загнанности добавляется еще чрезмерная физическая нагрузка, потому что эти дети очень часто плохо спят, плохо едят. За ними нужен присмотр 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Во многих случаях отсутствует поддержка семьи. Мы знаем случаи, когда мать особого ребенка не может объяснить собственным родителям, какая и в чем ей нужна поддержка. С той стороны тоже может идти либо обвинение, либо отрицание, в общем, что угодно. Я приведу в пример наш любимый Израиль, в котором мы живем, и, так сказать, про который знаем. Тут после постановки диагноза родители имеют беседу с социальным работником, который объясняет им их права, перспективы и, помимо прочего, призывает их принять и смириться, не бежать за мечтой. И от этого многие родители еще больше впадают в депрессию, до того, что некоторым нужна помощь психиатра. Я не знаю, что родителям говорят представители государства в других странах, но не думаю, что это что-то более утешительное. Ну, давайте немножко поразбираем вот это принять и смириться, не бежать за мечтой. Скажем так, они, наверное, хотят как лучше, эти соцработники. И я согласна с тем, что идея принять ситуацию – это хорошая идея, потому что без принятия действительности невозможно никуда двигаться, невозможно эту ситуацию изменить. А вот идея принять и смириться, на мой взгляд, очень плохая, просто потому что это невозможно сделать. Вот мне кажется, что это все равно, как если твой ребенок тонет, ты не умеешь плавать, а стоящие вокруг люди, даже умеющие плавать, говорят, ну смирись, он все равно утонет, не надо им помогать. Если ты будешь им пытаться помочь, это будет все равно, что бежать за мечтой. Ну, это вот мое личное ощущение, то есть мне кажется, что смириться просто нереально. То есть смириться – это какая-то такая мини-смерть для себя, для матери. И как мать должна реагировать в этой ситуации? Я вот помню себя, когда стало понятно, что с дочкой не все в порядке. Я была очень агрессивной по отношению ко всем, кто пытался мне даже намекнуть на то, что мне надо принять и смириться, что нужно идти общей дорогой и быть как все. Был такой курьезный случай. Первая учительница моей дочери не здоровается со мной до сих пор, хотя она живет неподалеку от нас, и время от времени я ее вижу в магазинах или на улице. И да, я прекрасно знаю, почему она не здоровается. Потому что когда через неделю после начала учебного года она мне позвонила и сказала, что моя дочь должна быть на спецобучении, я орала на нее, не думая о словах вообще. Потом я пошла в школу и разговаривала с этой учительницей, со школьным психологом. Я уже не орала, но было понятно, я думаю, им было точно понятно, что я не отступлю. И что если они не хотят неприятностей, а я когда злая, могу организовать много неприятностей, то им надо просто принять мою дочь и учить ее так, как они учат всех других детей. Я им дала однозначно понять, что я со своей стороны буду им в этом помогать и способствовать всеми силами. То есть все, что нужно, все дополнительные занятия, все буду делать. И они это сделали, они ее приняли и сделали для нее все, что было надо, самым лучшим образом. И я им за это очень благодарна. А учительница со мной не здоровается, хотя я пыталась с ней потом разговаривать. Ну, тут уже, скажем так, тут выбирать, да, чувство вины перед обиженной учительницей, я его переживу. Мне моя дочь однозначно важнее и дороже, чем любые, даже самые справедливые чьи-то обидки. Да, я признаю, я ее обидела. Но начнем, скажем, посмотрим на это с другой стороны. Она начала первая. Ну, была ли у меня в те времена депрессия? Конечно, была. Даже без нее-то. Описывать не буду. Думаю, что все матери здесь сами отлично знают, каково это и что это такое. Давайте взглянем на ту же ситуацию с учительницей с другой стороны. Я обидела учительницу. Не специально. То есть я как бы не собиралась ее обижать. Просто я ее обидела как реакция. То есть это была моя реакция на то, что она обидела меня. Причем не просто обидела. Она заставила меня ощутить исходящую от нее лично и от школы в целом угрозы моей дочери. И я начала защищаться. То есть это, собственно, была инстинктивная реакция, практически не контролируя. То есть она сама эту ситуацию спровоцировала самым прямым образом. То есть даже если бы она выбрала другие слова, конфликты могли не возникнуть вообще. И вот этим летом у нас тут произошло, так сказать, ирония судьбы или кармы. Все повторяется с обратным знаком. Вот та самая моя дочь, про которую я сейчас рассказывала, ей сейчас 16,5 лет. И она решила летом подработать. И устроилась, нашла себе подработку помощницы-воспитателя в детском летнем лагере для возрастов от 3 до 5 лет. Она немножко маленькая для этой работы. Нужно было для нее получать специальное разрешение. Но, в общем, выбора у них не было. Сейчас еще в связи со всеми этими карантинными ограничениями вообще очень сложно подросткам найти работу. А тем, кому нужно, сложно найти работников. То есть какая-то странная ситуация. Но не суть. Короче, они ее взяли. Она начала там работать. И буквально через пару дней у нее возник конфликт с одной из родительниц. В чем была суть конфликта? В группе был мальчик. И мальчик вел себя не очень адекватно. Мальчик был гиперактивный. Все ломал. Обижал других детей. И моя неопытная 16-летняя дочь решила, так сказать, нанести добро, поговорить с мамой мальчика, чтобы она объяснила ему, как вести себя в садике. Она не нашла ничего лучше, чем назвать ребенка проблемным. И мать очень обиделась. Она потом еще несколько дней скандалилась с моей дочерью. Пыталась настроить против нее родителей в садиковом чате. К счастью, безуспешно. Потому что другие родители ее просто не поддержали. Хорошо, что моя дочь любит рассказывать мне, что было и что происходит. Но это был богатый материал, конечно. И в данном случае она спросила меня, почему мать так отреагировала. Ведь она-то хотела только, чтобы та объяснила ребенку, как себя вести. Пришлось нам делать разбор полетов. И целую неделю в реальном времени мы этот разбор полетов делали. Сериал с продолжением, с реакциями, с разбором, так сказать, реакции всех причастных и участвующих. Я рассказала ей историю с ее первой учительницей. Объяснила мою тогдашнюю позицию, позицию учительницы. И, кстати, я абсолютно не уверена, что сегодня вот в той же ситуации на те же слова я бы среагировала по-другому. Скорее всего, я думаю, реакция была бы та же. Хотя, может, еще жестче. Не знаю, сложно сказать. Я уяснила дочке, что та мать, конечно, среагировала на ее слова «твой ребенок проблемный». Что ту же идею можно было изложить гораздо конструктивнее и без обид. Если бы моя дочь сказала этой матери, что ее ребенок делал днем то-то и то-то с конкретными примерами, и что она просит подсказать правильный подход к ребенку, чтобы его успокоить, и чтобы он вел себя спокойно, то я абсолютно уверена, что мать с удовольствием бы сотрудничала с ней, и никакого скандала на пустом месте бы не получилось. Надо сказать, что моя дочь, поскольку она добрая девочка, попыталась перед той матерью извиниться. Но та не стала слушать. Я ей объяснила, что есть вероятность того, что у ребенка и на самом деле есть какие-то проблемы, и что мать об этом прекрасно знает, но ей от этого так больно, что она просто не в состоянии принять ничью другую точку зрения, и вообще говорить об этом ей тяжело. Этот конфликт умер сам собой в течение недели, как только остыли родительские эмоции. Дочь выучила урок. Думай, как люди реагируют на то, что ты им говоришь, потому что все реагируют на произнесенные слова, а не на добрые намерения. А мы знаем, куда мастится дорога этими добрыми намерениями. Еще через несколько дней выяснилось, что у этого ребенка действительно есть серьезные проблемы, что мать дает ему риталин. Я думаю, все тут знают, что это такое. Риталин ему помогает на 1-2 часа, после которых ребенок сходит со всех рельс и начинает ходить по стенам и просто становится неуправляемым. И бедная эта мать, мне ее очень жалко. Я не сомневаюсь, что у нее тоже депрессия. В их группе появилась еще одна девочка, которая кусала других детей. В этом случае получилось по-другому. Когда с мамой поговорили, уже со всеми предосторожностями, выяснилось, что девочка в стрессе из-за развода родителей, ей просто нужно больше ласки, больше обнимашек и вообще внимания от взрослых. Это учли, и девочка перестала кусаться в садике. К чему я все это рассказываю? Да к тому, чтобы показать. Вот самые мелкие мелочи добавляют меру к депрессии родителей. Я привела два примера. В одном мать, обидевшись, пусть даже и справедливо, отказалась сотрудничать с коллективом садика. Было ли это хорошо для ребенка? Я абсолютно уверена, что нет. Гораздо полезнее было честно сказать, в чем причина, и рассказать, с помощью каких приемов ребенка можно успокоить и ввести в рамки. Вот точно так, как это произошло во втором примере, когда мать честно рассказала о разводе и о стрессе у дочки. В итоге ситуация исправилась, и ребенок спокойно закончил смену в летнем лагере. Какие выводы можно сделать из всего этого? Я думаю, что у каждого возникнут какие-то свои выводы, а у меня такие. Во-первых, депрессия неконструктивна. Она возникает, и она делает нас неадекватными. Мы перестаем правильно реагировать на окружающее, и тем самым вредим своим детям. Второй ввод, что депрессию вот этого типа очень даже можно контролировать, и можно не давать ей мешать нам жить и искать возможности помощи нашим детям. Каким образом мы можем контролировать депрессию в связи со здоровьем ребенка? Это непросто, но это возможно. Я опишу этапы, как они мне видятся, и каждый этап родители должны прийти так, как это будет характерно им. Во-первых, да, ситуацию необходимо принять. Необходимо четко представлять себе, насколько все плохо. Без этого непонятно, в какую сторону вообще двигаться. Во-вторых, необходимо представлять себе, что есть хорошее. Нет детей, у которых только одни проблемы. Как правило, есть и положительные стороны, и их тоже надо четко осознавать. Третье. Принять не значит смириться. В подавляющем случае жизнь ребенка можно существенно улучшить, и свою жизнь тоже. И нужно искать пути к этому. В-четвертых, нужно ли бежать за мечтой? В конце концов, есть достаточно много случаев выздоровления и полной адаптации детей. Часть из них описана у нас на сайте и на канале, и это происходит, собственно, и в других местах. Чтобы понимать, где мечта, а где возможность, необходимо знать точно состояние здоровья ребенка. И помнить, что очень часто дети опровергают любые самые мрачные прогнозы врачей. В таких случаях врачи называют это либо медицинским чудом, либо ошибкой в диагнозе. Такие случаи мы тоже видели. В-пятых, необходимо проанализировать, какую поддержку и от кого можно получить, и учесть это как ресурс. Например, в Израиле система образования – это отличный ресурс, который родители могут использовать. В-шестых, если нет поддержки от друзей, то это тоже надо принять и просто на них не рассчитывать. То же самое касается и родственников. Значит, путь вперед нужно строить без учета этих ресурсов. Семь. Если родственники поддерживают, надо понимать, что это огромная удача, и быть им благодарными, учитывать это как ресурс и использовать его разумно. Следующее. Необходимо отдалиться от общения с любыми людьми, которые пытаются усилить в родителях чувство вины или неполноценности. Это никому не помогает, только тешит эго тех самых людей. Родителям это однозначно вредно. Затем нужно проанализировать все ежедневные неприятные ситуации и продумать, как уменьшить степень силы раздражителей. Необходимо помнить, что агрессия в ответ на нападки редко приводит к нужным результатам. Гораздо выгоднее вести адекватный диалог, естественно, в адекватных ситуациях. Нужно понять, что случайные тетя Маня, дядя Поля и кто угодно там в магазине или на детской площадке для вас не значит ничего, и их мнение тоже не значит для вас ничего. Понимание этого очень уменьшает общий стресс существования, а значит, высвобождает ваши ресурсы для жизни и для помощи вашему ребенку. Практика показывает, что как только мать понимает, что ей со всем этим делать, то депрессия перестает владеть ее жизнью. Конечно, все ситуации разные и многое зависит от характера матери. Но тут вот давайте вспомним один старый мем. Кто в доме хозяин? Я или тараканы? Так вот, гораздо выгоднее во всех смыслах этого слова быть хозяином в своем доме самому, а не отдавать власть головным тараканам и тем, кто их подпитывает. Ну, про депрессию можно говорить еще много чего разного. Я думаю, я сказала основное, что мне казалось важным. Поэтому если есть у кого-то вопросы, комментарии, может быть, есть что рассказать, то пожалуйста. Особенно по поводу способов преодоления депрессии. Да, способов преодоления, да, делитесь методами, да. Как преодолевать вот такие вот всякие неприятные ситуации, как справляться с собственным плохим настроением, с собственной агрессией. Вот это все очень ценно. И возможно ли справиться с депрессией, не создавая в себе радость? То есть не производя замену одного состояния на другое? Если кто-то хочет сказать, пожалуйста, скажите. Можно мне, Давид? Есть такая техника понимания, самоощущения, как понимание ребенка через свое собственное тело. То есть нужно на пару минут представить себе, что ты – это твой ребенок, ощутить все то, что он испытывает в разное время, как ему тяжело, и потом представить, что вот рядом родитель, который ждет, которому плохо из-за того, что тебе плохо. И вот он ждет, когда же ты там начнешь ходить, когда же ты начнешь говорить, когда же ты начнешь считать, закончишь школу, женишься, купишь машину и так далее. Вот это ожидание нужно ощутить через физическое собственное тело. Понять, как ребенок со своими проблемами еще чувствует это. А потом представить, что рядом родитель совершенно другой, который говорит, я принимаю тебя таким, какой ты есть. Я тебя люблю. Ну вот с твоими вот этими, с твоей ситуацией, с твоими проблемами, то, что там у тебя там сопли или там полные памперсы, там неважно, в том ситуации, в которой ты есть, я тебя принимаю, я верю в тебя, я тебя люблю. И вот очень важно обратить внимание на ощущение тела, что происходит в нашем теле в этот момент, когда мы сравниваем два состояния родителя. То есть мы все хотим... А эта техника где-то описана? Да, 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 есть. Я могу прислать потом. И это очень действенно было, очень круто. Мы же все хотим помочь нашим детям. Когда мы понимаем, что худшее, что мы можем вообще им подарить, это вот свою депрессию и вот эти вот, ну как бы не любовь, а некие ожидания постоянные, что вот жду, как бы радостное принятие, развитие, которое происходит. Насколько вот эта разница, ну как сказать, огромна. Аркадий, секундочку. Это уже описанная техника или это ваша авторская техника? Нет, это не авторская техника. Это вот ПСИ-2.0, я вам пытался... А, понятно, да. Да, да. Могу там прислать эти штуки. То есть у нас очень яркая иллюстрация... Поиграй еще там, я сейчас приду. Яркая иллюстрация, что... Ну, когда мы осознали вот ситуацию, что действительно вот так вот, и у меня депрессия вообще была очень огромная, потому что я некогда работал с этими детьми, я знал, насколько это тяжело. То есть состояние ухудшилось в несколько раз буквально, что ребенок просто слег в... Ну, он не говорил, не двигался, не играл, только кушал там, ну, может быть, кушал и в туалет ходил и спал. Все, больше ничего, как робот. И в тот момент, когда, ну, ко мне пришло осознавание, что я его убиваю вот этим своим отношением, ну, что своим вот этим мегагорем, которое я переживаю и мега ужасом, я подошел к жене и сказал, ну, все, как бы... Ты понимаешь, что если мы ничего с собой не сделаем, то мы просто угробим своего ребенка. Нам нужно идти в другую сторону. И вот в этот момент началось улучшение в его состоянии. Вот это вот, кстати, часто очень родители замечают, что как только они прекращают быть в стадии активной депрессии и страданием от невозможности реализовать свои ожидания какие-то или чьи-то страхи, или свои комплексы, как только они прекращают, ну, буквально в смысле переживать просто на тему ребенка, а стараются стать для него источником радости, спокойствия, быть человеком, который поддерживает их детей, тут же без каких-либо других изменений вообще в действиях, там, медикаментозных в том числе, без каких-либо вообще изменений состояние ребенка, уровень его развития и прочее резко начинает улучшаться. При том, что, ну, практически не делается ничего вроде. Просто родители, называется, перестали переживать, и, кстати, как я там уже произносил как-то в одной из таких вот конференций, что надо, перефразируя название книги Дейла Карнеги, надо прекратить беспокоиться и начать жить просто, спокойно, радостно поддерживая в том числе ребенка и вовлекая его в активную созидательную жизнь семьи в том числе. И сразу же все как-то резко меняется без каких-либо других дополнительных действий. Спасибо. Кто-то хочет ли сказать о том, поделиться своим опытом замены депрессия на счастье? Я утрирую, но не очень. На состоянии спокойствия, на… Что делалось и какие были результаты? О таких результатах улучшений через… Как немножко перефразировать то, что Исаак сказал, через позитивное принятие ситуации, именно позитивное, и вот через это происходит буквально в смысле чудеса. И проблемы, которые беспокоят, они предстают быть актуальными. Просто через принятие. Считается, что для того, чтобы проблему какую-то можно было разрешить, ее надо сначала принять позитивно. Не подняв лапки, вот как некоторые говорят, а просто принять. Вот так вот оно есть. Только после этого спокойно. Можно идти дальше. Без этого приятия действительно ничего не происходит, и люди, которые пытаются отрицать существующие факты, вот они как раз и создают в себе именно этим депрессию. Они боятся произносить это слово, например, аутизм. Одно слово их входит в шок, и они делают любые… Рассказывая об этом, ну, это из нашего опыта общения, мы там всякие там… выделывают всякие кренделя с терминологией, чтобы только не сказать это слово, потому что они боятся. Но, соответственно, ситуация оказывается не лучше, чем есть, и хуже, чем должна была бы быть, потому что просто люди пытаются бороться, ну, закрыть глаза на действительность и из-за этого никогда ничего хорошего не уходит. Надо пожелать всем таким людям спокойно это принять, и только тогда будет возможность позитивного действия. И когда нету принятия, вот именно позитивного принятия, то человек начинает метаться и завершает те действия, которые пользы не приносят, и приносят только вред. Из-за того, что они делаются необдуманно, импульсивно, лишь бы вот это вот чувство страха как-то заглушить какими-то движениями. Ну, мы видели примеры такого, видим постоянно. Это тоже усиливает основания для депрессии, потому что вид, что все, что делается, польза особо не приносит, а наоборот, происходит ухудшение. Ну, да, если это делается не через спокойный разум, а по-другому, то велика вероятность того, что будет делаться не совсем то. Или не так, или в любом случае. В состоянии родителей, она всегда передается детям тоже. Как говорила Огнеборту, если ребенок нервный, лечить надо маму. То, что всем известно, что, например, когда родители, обстановка в семье напряженная, и кто-то из родителей в депрессии, в напряжении, это у ребенка повышается уровень гиперактивности. Ребенок как бы старается сбросить от напряжения, которое он от родителей чувствует. Родители – это часть его. Он – часть родителей. И то, что ощущают родители, хотели мы этого признать, это или нет, оно отражается на детях. И вот тоже известный среди всех специалистов, которые этим занимаются, вот такая вот закономерность, что когда родители неспокойны, то это отражается и на родителей. Кстати, вот хочу, немножечко может в сторону, а может и нет. Ну, как известно, когда к нам приезжают вот с детьми, которые требуют какое-то вот улучшение в здоровьем состоянии и в развитии, то мы оказываем такую вот помощь не только самому ребенку, но и членам их семьи. Мне вспомнился такой один фрагмент. У нас, среди наших сотрудников, есть один замечательный человек, его зовут Асав Коин, среди нашего коллектива врачебного сейчас он единственный человек, который не говорит по-русски. И он работает, так же, как и другой человек, Шлом Плоткин, в государственной системе здравоохранения больничной Катя Макарина. Я говорю по поводу взаимосвязи состояния родителей и детей. Он, когда принимает семью, он сначала всегда в обязательном порядке, он сначала делает иглоукалывание, скажем, это так, разные методы китайской медицины. Он сначала всегда просит, чтобы к нему зашли родители и только после этого дети. никак иначе. Я удивился его такой твердости в этом. И когда он спросил, почему так именно, он объяснил, что именно так положено по законам китайской медицины. он использует методы китайской медицины, иглоукалывание и так далее. Вот так. То есть, это не что-то новое, это подобное понимание того, что для того, чтобы помочь в выздоровлении и развитии детям, нужно, прежде всего, помочь родителям. Это не новое, это есть во всех древних традициях. Конкретно нам известно лично про китайскую традицию. врачебную. Ну, естественно, это есть во всех других, вот, и то, что мне лично известно, это еще тибетская традиция, в которой есть принцип дед, внук, согласно которой наследственные признаки они передаются через поколение, то есть от бабушек, дедушек, внуков, не от традиции. Вот. Ну, и так далее. Это просто к тому, да, действительно, вот известный, признанный во всех традициях факт, что состояние родителей отражается на детях. Поэтому, наверное, не будет преувеличением сказать, что наш родительский долг, особенно, когда есть в семье особые дети, это быть счастливыми. Собственно, это есть наш рабочий девиз, как всем известно. Но я сформулировал такими словами, счастливые родители это здоровый ребенок. Для того, чтобы ребенок был здоров, должны быть счастливые здоровые родители. Поэтому тоже мы стараемся по мере возможности уделять некоторое внимание. спасибо. Деся, ты что-то еще хочешь сказать? Да нет, эта тема такая, она очень, скажем так, не то чтобы интимная, но очень чувствительная, я бы сказала. Деликатная. Деликатная, да. Можно я еще пару слов скажу? Конечно. Вот тоже у нас только лечение началось, у меня такое чувство возникло, что он у меня уже здоровый. такой дистанционный, уточни, хотелось. Да, дистанционный, да. Я как бы тоже себя стараюсь контролировать, но тем не менее, я понимаю, что это здорово, и наверняка это на него очень хорошо работает, это видно, как действительно отражает свое настроение на настроение сына, и вот этот плакат, что он все понимает, он еще дополнительно дает связь внутреннюю нашего понимания с его пониманием очень эффективно, и действительно все прекрасно, искренние благодарности. И вот хочу еще образ рассказать, когда, ну вот кроме той практики, есть еще другие практики, я вам пошлю их, когда я их прошел и осознал вот это вот свое негативное воздействие на ребенка, я увидел, как будто бы черная плацента с него спала. Прости, пожалуйста, уточню очень важное терминологическое уточнение. Просто это основная ошибка родителей, когда они думают, не отделяют себя и свое состояние, вот это надо в самом смысле отделить, что это не одно и то же. Когда человек говорит, вот я врежу своему ребенку, очень часто приходят, я вот, да, а собственно и страдают из-за этого. это не они вредят, это их состояние. Вот сегодня одно состояние, если это не они сами, вот не надо из этого родителям просьба ко всем, не надо из этого делать комплекс свины. Это не вы, это ваше состояние. Вот это надо, ну, наверное, как-то контролировать, регулировать. Вот это самое неправильное процесс. Я навредил ребенку, что, специально, что ли? Ну, не специально, ну, где-то на работе что-то там не то произошло с соседями как-то, общая погода плохая, еще десятки причин плохого состояния. Это отражается на ребенке, это заметили. Ну, вы же не специально это же делали. Не надо себя обвинять, говорить, что я вот навредил. Ну, неправильно это, просто не соответствует действительно. Ага. Алло. Да, Аркадий, прошу прощения, прошу продолжать. Пропала связь. Ну, это солнечный Иркутск. Вполне вероятно, что, может, связь прервалась. Сколько это? Порядка 9 тысяч километров от нас сейчас. Есть твое слово. тоже. Ну, ничего, мое слово. Если у кого есть, скажем так, методики, как можно помочь себе выйти из состояния самообвинения и депрессии и перейти в состояние, скажем так, активного делания, и эти техники, там, какие-то приемы могут помочь другим, то просьбы делитесь. Да, это необязательно сделать именно сейчас, в эту минуту. Мы ждем ваших сообщений на эту тему. Понятно, что людям сейчас темы очень действительно деликатные и понятно, что люди не стремятся выставить это на показ, свои переживания и так далее. Ценно те, кто еще находится в протесте преодоления этого. Поэтому просьба тем, кто захочет что-то рассказать, поделиться, спросить, попросить содействия, напишите, вы знаете, мы всегда рады помочь. Ну, в том, что нам даст, в том, что можем. да, так что можно, наверное, подвести какой-то итог, что депрессия в таком положении это вещь достаточно распространенная, то есть вы не одни, есть много таких людей, и надо просто стремиться это контролировать и выходить, скажем так, в такой режим деятельности, когда можно ребенку помогать. Желаем всем удачи и самой главной радости, когда родители являются источником радости для своего ребенка и для всех окружающих. Вот это и самый правильный путь. Спасибо. На здоровье. Всем радости. Спасибо. Радости и уверенности. Спасибо. Спасибо большое. На здоровье. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.